Диана Но и сейчас из-за полученных травм она не может передвигаться самостоятельно Я бы хотела выразить вам благодарность на самом деле И всем тем людям, которые помогали, приносили свои вещи, продукты Это очень помогло нам, потому что ничего не осталось Николай Кашников, участник движения общественной поддержки ХИМКИ «Интересно жить» возглавил добровольческое движение гуманитарной помощи пострадавшим после взрыва. У этой молодой пары после ЧП ничего не осталось. Для них неравнодушные химчане собрали одежду, продукты, средства гигиены и спальные принадлежности. А чтобы реабилитация девушки шла быстрее, Николай помог с костылями. Люди продолжают до сих пор звонить, предлагать свою помощь. Это от одежды, средств гигиены до мебели и даже квартир. Предлагают пустить пожить. Также и денежные средства. Все, что необходимо пострадавшим, люди готовы откликнуться и помочь. Беда, к сожалению, она не бывает чужой. Она всех объединила, и все мы друг за другом. После взрыва жить молодым людям негде. В Подмосковье у них нет родственников. Как и всех нуждающихся в жилье, администрация химок расселила их в одну из гостиниц. Обеспечили завтраком, обедом и ужином. Для молодых людей, у которых впереди еще долгий процесс восстановления после травм, это немаловажно. Вот так и живем. Жизнь пары, как говорят они сами, разделилась на «до» и «после». Но самое страшное – позади. Я так скучала. Так печально было, что ко мне никого не пускали вообще. Наконец-то я всех уеду. После длительного лечения из больницы выписали еще одного последнего пострадавшего после взрыва. Того самого мальчика, которого Илья Смирнов спас от гибели, освободив от обломков рухнувших стен. Тогда из-за дыма было почти ничего не видно. Но Илья надеется, что при встрече на этой неделе ребенок его узнает. По голосу.